Вы видите этот символ на флаге Израиля, вы видите его повсюду, звезду Давида, еврейскую звезду. Но некоторые говорят, нет, нет, это сатанинский символ, и это еще одно доказательство того, что Бог не поддерживает современный Израиль, и что иудаизм — это сатанинская религия, и что евреи находятся под сатанинским проклятием. Антисемиты быстро указывают на это. Так как насчет звезды Давида? Правда ли, что этот символ использовался в сатанинских кругах? Конечно. Правда ли, что он использовался как символ Израиля и еврейского народа в истории? Да, это правда. Сам по себе этот символ нейтрален. Сама по себе это всего лишь звезда с определенным количеством углов. Вот и все. Вы скажете, нет, я видел, что эти углы представляют собой нечто демоническое. Послушайте, по своей сути это просто рисунок, просто картинка. Много лет назад мой папа рассказал мне историю об одном человеке в тюрьме, который сидел там за сексуальные преступления. Психолог садится с ним рядом, рисует линию, просто линию через весь лист и говорит, что ты видишь? И тот озвучивает какое-то порнографическое описание. Психолог такой, что? Затем рисует круг, что ты видишь? И парень опять дает порнографический ответ. Психолог говорит, что? Затем рисует квадрат. И все повторяется. Психолог говорит, сэр, какие у вас грязные мысли? Что? Это же вы показываете мне порнографические картинки. Это просто были линии и круги, просто рисунки без какого-либо смысла. Они использовались разными группами для различных целей. Вы скажете, нет, нет, а как насчет пятой главы книги Амоса? В пятой главе Амоса упоминается звезда Давида. Вот что мы читаем в Амоса 5.26. И будете вы носить секута, царя вашего, и киюна, идолов ваших, звезду божества вашего, которых вы сделали для себя. Вы говорите, вот настоящая звезда Давида, звезда киюна, вашего божества. Послушайте, я могу говорить об этом с определенным авторитетом, как человек, отдавший десятилетия своей жизни изучению иврита и семитских языков, и имеющий степень доктора философии по ближневосточным языкам и литературе, и как тот, кто исследовал этот текст настолько глубоко, как мог, и исследовавший соответствующие изображения из древнего мира, иконографию, рисунки, изображения, статую и подобные вещи. Мы не знаем, о какой именно звезде Бога идет речь. Другими словами, у нас нет конкретного представления. Мы не можем сказать, вот конкретные древние записи, датируемые пятью или семью тысячами лет до нашей эры, и это было известно Амосу. Мы просто не знаем, как она выглядела. И если кто-то скажет, нет, это звезда Давида, то они видят в тексте то, чего там нет. Они могут с таким же успехом подставить любую другую звезду. Вывод таков. Мы просто не знаем. Что же касается самой звезды Давида, она нейтральна.